Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о необычных вещах. И вот буквально сегодня мировая новость, такая сенсация невероятная, что в Мексике показали тысячелетних инопланетян. Вот, конечно же, такое случалось и раньше, но вот сегодня прямо утверждается, что это на самом деле инопланетяне. То есть мексиканский уфолог под присягой объявил, что вновь нашел инопланетян, он уже до этого находил их, потом сказал, что это человеческие останки. Ну а сейчас вроде бы как говорит, что 100% это они. Так, ну сделал это мексиканские журналисты и уфолог Хайме Муасан, показал вот в Национальном конгрессе тела инопланетян. Вот он их вскрывает, здесь можем посмотреть. Под присягу он поклялся в их подлинности и передает, как передает вот этот местный корреспондент испанской газеты. В своем выступлении Муасан поведал, что два объекта были обнаружены во время археологических раскопок на территории Перу. Как опять же он утверждает, что возраст данных мумий составляет около 1000 лет и у мумифицированных инопланетян нет совершенно зубов, а на руках только по три пальца. Сразу хочу сказать, что данный товарищ в свое время тоже предоставлял информацию о так называемых инопланетян еще в 2017 году. Он обнаружил их в Перуанской тоже пустыне Наска, вот этих вот мумий. Ну и в то время был по этому вопросу снят целый фильм, и автор утверждал, что проведя углеродный анализ, додировал возраст этих мумий порядка где-то 1700. Ну потом пришли определенные опровержения. К сожалению, это оказались всего лишь навсего дети, у которых был, да, на самом деле удлиненный череп. Ну мы знаем прекрасно о том, что в древности все это было связано с религиозным ритуалом, и многие проводили на роды такие вот определенные ритуалы, когда привязывали там доски, стягивали череп, дети росли, и череп получился такой вот как бы вытянутый. Ну а что касается трехпалых конечностей у этих детей, было досконально проведено исследование, и определено, что на самом деле просто-напросто двух пальцев у них не хватало, ну их там может быть еще в детстве просто-напросто отрезал. Конечно же все это выглядит очень-очень впечатляюще, только посмотрите, может ли это на самом деле быть мумией каких-то пришельцев, или это все-таки сделано искусственно, или же опять это в принципе мумии людей. Ну конечно не очень похоже на мумию человека, больше похоже на какую-то окаменел, даже не окаменелость, а именно камень, на котором вот выбиты определенные углубления в виде напоминающие там, да, глаза, рот, вроде бы как и нос присутствует, и голова конечно же удивительным образом здесь выглядит, дорогие друзья, вообще непонятно, что и такое голова, или что это. Ну вот сама голова, и лицо больше похоже на обычную какую-то, ну какой-то, какой-то каменюку, да и все, из которой выбили вот это все дело. Так, ну и давайте, дорогие друзья, обратим внимание на само тело. Смотрите, представляет собой больше вот такой какой-то каменный монолит, ну может быть каким-то образом конечности, вот верхней конечности прилепили. Здесь как-то не очень просматривается именно плечевой сустав, такой он странный. Ну конечно же, если это настоящий инопланетянин, то должен он каким-то образом отличаться от сустава человеческого тела, я не спорю. Само тело тоже странно очень так вот как-то выглядит. Такие неровности на теле, больше похоже на просто камень, который грубо обработали, ну а сами вот эти вот конечности прилепили, может быть тут как-то при помощи каких-то средств, чтобы каменные руки, так называемые, не держались. Но, но, есть очень интересная версия, интересная история, тоже сегодня я долго очень рассматривал всевозможные ссылки, всевозможную информацию по этим мумиям. Оказывается, что эти мумии были в скафандрах, но когда их вскрывали, скафандры, они просто рассыпались, ну знаете, как вот пепел от папиросной бумаги якобы. Вот, и считается, что эти скафандры скрывали тела пришельцев, и они там, ну были все в порядке с ними довольно-таки долго. Ну, когда скафандры испортились под воздействием атмосферных явлений и воздуха, кислорода, скорее всего, на земле, сами мумии тоже, вернее, сами пришельцы еще тогда, да, сами тела этих пришельцев, они тоже замумифицировались. То есть, окаменелось это результат воздействия кислорода, то есть, земной атмосферы, может быть гравитация, опять же давление, ну и так далее. То есть, считается, что до этого они были вполне нормальными телами, а вот это вот так повоздействовало. Конечно же, экземпляр очень интересный, достойная довольно-таки такая находка, заинтриговала, такие серьезные лица здесь все стоят, да, рассматриваете ее, эту находочку, которую выставил человек. Смотрите, как выглядит это все, давайте обратим внимание на конечность, пальцы вот такие острые, длинные, да, тоже окаменелые, то есть, вот такой сплошной буквально монолит. На самом деле, это тело пришельца, на самом деле, когда-то это было какой-то живой массой, массоподобной такой структурой, либо это просто... Конечно же, сейчас досконально проанализировать и сказать точно тоже невозможно. Да и никто, в принципе, этого ничего пока не скажет, но самое интересное в другом. Вот смотрите, вот этот уфолог, как я уже сказал, он уже публике предоставлял возможность полюбоваться на другие мумии в 2017 году, да, правильно же, по-моему, в 2017 году я просматривал всю информацию эту, да, в 2017 году, и потом оказалось, что это, ну, ложь и подделка и так далее. Ну, тут он под присягой поклялся, что, да, на самом деле, они были найдены там, ну и так далее и тому подобное. Вот. Не удивлюсь, что через определенное время скажут, что это опровержение, да, на самом деле, это никакие не пришельцы, а вот провели исследование, ну, его не будут подставлять, это ученому, конечно, а скажут, это не пришельцы, а это всего лишь навсего вот такая... Такая не мумия, а даже статуя сделана из камня, ослеплена здесь, смотрите, какие идеально прямые руки вообще, да, настолько худое тело, не знаю, что он там, охолодал, что ли, анорексией болел, шея такая тонкая, непонятно. Да и ниже, смотрите, если мы посмотрим на тазовые кости, то же самое, они выпирают так вот полностью, не знаю, прям вот настолько аскетичный, такой ощущение, что он болел рахитом здесь как-то. Очень странно выглядит мумия. Ну, так вот, не удивлюсь, что через некоторое время у нас придет опровержение, скажут, да, на самом деле, это было так, ну, и присягу он давал, что там, ну, вот в шутливой форме, скажем так, и там сам президент Мексики был, в принципе, знаком, хотя он тоже любитель уфологии и сам, может быть, может сам подкинуть там определенные, знаете, такие вещи, от которых там удивишься сначала, а потом придет опровержение, и он сам скажет, да, я пошутил там, ну, ничего страшного в этом нету. Такой вот у нас сейчас случается сплошь и рядом. Ну, как вы считаете, дорогие друзья, все-таки, опять же, это на самом деле какие-то пришельцы, которые были когда-то живыми существами, либо это все сделано просто из камня, очень хрупкое вот такое дело, ну, и кто-то просто древние делали такие вот статуи, не знаю, может быть, каких-то своих тоже богов в Перу, индейцы майя, не знаю там, какие еще, астейки, ну, может быть, какие-то были отдельные племена, малоизвестные нам, и вот они поклонялись вот таким существам. Ну, еще один момент по этой находке, мое личное мнение, дорогие друзья, если это на самом деле останки каких-то внеземных существ, может быть, существ из параллельного мира, может быть, земных существ, но неизвестные какой-то расы, которая жила на Земле в свое время, и именно в Перу, может быть, где-то там скрывалась, где-то в каких-нибудь, ну, может быть, горах, пещерах там и так далее, поэтому такие худые, боялись там, плохо питались и умерли в итоге, и произошла такая окаменелость произошла по той или иной причине, из-за особенностей строения тела, там, может быть, опять же, каких-то биологических функций, ну, в общем, тут можно только гадать. Так вот, если это на самом деле все-таки были когда-то живые существа, я думаю, что опровержение все равно будет, и нам не скажут всю правду. То есть, будет опровержение, скажут, да нет, это вот все подделка там, ну, либо это, как я уже сказал, всего лишь навсего каменное такое изделие, такая полустатуя какая-то, или изготовление, как я тоже сказал, богов каких-то там, да, особых индейцев, особых там, небольших племен, которые жили, поклонялись каким-то непонятным вот этим богам. Ну, это вот чисто мое мнение, я думаю, что скоро мы эту информацию с вами увидим и услышим. Ну, а вы пишите свое мнение обязательно в комментариях, ставьте лайки, не забывайте, на канале подписывайтесь, впереди у нас будет много чего интересного. Интересно.